Этот мемориал в селе Китово Касимовского района возвели по программе местных инициатив. Сделали красиво, аккуратно и быстро. Местный библиотекарь Надежда Губарева поиску своих земляков-фронтовиков посвятила практически всю жизнь. Причем архивы штудировала еще в соседних Кочемарах и Лубиниках. Все истории она и сегодня изучает скрупулезно, буквально пропуская через себя. Говорит, найти надо всех. И бывает так, вот я находила, например, фамилии, имя, отчество одно и то же, год рождения одно и то же. Один проживает в поселке Ленина, а второй проживает в деревне Китово. Я говорю, ну, наверное, ошибка просто по адресу. Ну и хотела одну фамилию вычеркнуть, но потом начала копать дальше. И выяснила, что у одного жена была Варвара, а у второго Анастасия. Так что это разных два человека. И таких историй очень-очень много. Четыре гранитные плиты, 181 фамилия, но это только здесь, в Китово. В соседних Кочемарах каменный список поменьше, но тоже гранитный. Впрочем, этот красивый мемориал в Касимовском районе проект не единственный. Власти уже поддержали 20 местных инициатив, в числе которых и благоустройство пруда в поселке Крутоярске, и ремонт крыши дома культуры в Сынтуле, и благоустройство детского сада в поселке Лашма. И у каждого отдельная история. О своей, мемориальной, глава китовского сельского поселения Наталья Стрельцова говорит только в восторженных тонах. Мол, хорошо, что гранит успели взять по старым ценам. Собрали сход жителей, депутаты, посоветовались все, и решили участвовать в программе местных инициатив, для того, чтобы включить всех, которые выпали, можно так сказать. Смета у нас вышла на 590 тысяч, значит, из областного бюджета мы запросили 472 тысячи, 59 тысяч местного бюджета, и 59 тысяч у нас это добровольные пожертвования. Пока что эта красивая история не завершена. Тех, чьи фамилии должны быть высечены на граните, с каждым днем исследований все больше. Для появления новых имен на двусторонних плитах даже оставили место, на всякий случай. На тот момент, когда мы устанавливали, у нас оказалось 181 человек. У нас еще были утеряны жители таких деревень, как Александровка, Ленина, деревня Никитова и деревня Урядина. На эти плиты где-то человек 15. То есть вы будете расширять эту пьезду, да? И расширять есть. Еще предложение было, чтобы есть возможность поставить внизу дополнительные плиты, но внизу некрасиво они смотрятся. А еще Наталья Стрельцова думает, как и чем украсить въезд в село, так называемую входную группу. И это тоже вопрос эстетический. Соседство с красивым историческим храмом, двери которого здесь открыты с 1895 года, обязывает. Наверное, снова обратимся к проекту местных инициатив, говорит глава Китовской администрации. Очень уж оперативно получается. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город», Касимовский район.